Всем привет! Меня зовут Кук и вы смотрите канал Я Не Умею Готовить. Сегодня мы займемся прикладной практологией и будем готовить фаршированную курицу. Курицу мы будем фаршировать через отверстие для потрошения и отсюда же будем вытаскивать скелет. Да, да, как все у нас в стране и заведено, вытаскивать скелет мы будем через задний проход. Кладем курицу грудкой вверх на носку и начнем с того... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, если вы видите, я сделал немножко неаккуратно, у меня получилось, что разрезала я кожу на ногах, но ничего страшного, мы ее зашьем, тогда уж пяточные косточки тоже отрезаем. Переходим, собственно, к спине. Аккуратно переворачиваем курицу и начинаем подрезать ее вдоль хребтовой кости, все так же стараясь не порезать кожу на спине. Здесь надо быть особенно внимательным, потому что здесь слой мяса очень небольшой. Самое сложное аккуратно начать, после того, как вы пройдете буквально пару сантиметров вдоль хребта, станет проще, там слой мяса чуть потолще. Я, конечно, понимаю, что защитники животных и прочие слабовольные и легко внушаемые личности на этом этапе могут обзывать меня садистом, фашистом и так далее, но это их личное право. Я готовлю вкусную еду. Главное, что когда вы вытащите из курицы скелет, получив курицу практически без костей, вы испытаете истинное удовлетворение своей работой. После того, как вы практически полностью срезали мясо со спины, вы берете ног чуть потупее и аккуратно перерезаете реберные кости. Так будет удобнее изъять хребтину. И, собственно, просто берете хребтину в руку и тянете на себя, вытягивая ее вместе с шеей. Чего вы против хищи? Да. Вырываем курицу хребет. Аккуратно смотрим, не осталось ли там каких-то косточек. Они остались, но мы их дальше удалим. И переходим к грудке. К грудку снимаем так же, как когда снимаем с курицы филе, но стоит лишь разница, что делаем это изнутри курицы. Подрезав основную часть мяса на грудке, если вы хотите сэкономить время, вы можете ее просто выдрать так же, как и хребет. Когда вы пройдете эту среднюю часть, дойдете до вилочковой кости, просто возьмите мясо грудки и вытащите его наружу. После этого можно аккуратненько его оторвать от плечевых костей, ну и, собственно, оставить для приготовления бульона. Ну и последний этап, это, собственно, плечевые кости и вилочковая кость. Тут примерно так же, как и с бедром. Чищайте мясо, находите сустав и разрезайте по суставу. Если перед тем, как вы стали это готовить, вам на работе, скажем, насолил начальник или коллега, ну, представьте его на месте курицы. Может, полегчает. Нет, я не маньяк, я только учусь. Хорошо, после того, как вы удалили основную массу костей, ну, не основную, а практически всю, собирайте мелкие обрезочки мяса, ежели таковые образовались, осматривайте курицу на предмет повреждений, я ее прорезал в нескольких местах, ну, ничего страшного, зашьем. Собственно, можно ее проверить на предмет того, не осталось ли внутри каких-либо лишних костей, ну, и выворачивайте ее, как было. После того, как вы провели процедуру надругания над трубиком курицы, отложите ее на тарелку, поставьте кастрюлю с водой для того, чтобы сварить макароны, ну, и давайте, для того, чтобы ее начинить чем-нибудь интересным, возьмем морковку, грибов и курицы. Морковку не надо резать фанатично мелко, нарежем ее грузочками-соломкой, чтобы было удобнее, нарежем их розенькой. Морковку дорезали, переходим сначала к грибам, потом к луку, чтобы не слезиться самим и не слезить нашего оператора. Как именно вы нарежете грибы, это совершенно непринципиально важно, нарезайте, как пойдет. На приготовление начинка для этой курицы, ну, я думаю, будет более чем достаточно одной морковки, ну, и 6-8 шампиньонов. В принципе, шампиньоны не самый лучший гриб для этого дела. Я бы вам порекомендовал использовать лесные грибы, ну, они бывают в заморозке. Кто-то любит грибы сам собирать и заготавливает их в проб. Можно размачивать сушеные и использовать. Шампиньоны просто не дают того вкуса и запаха, который дают настоящие грибы. Включаем курицу, ставим на нее сковородку, я возьму вок, мне просто нравится в воке жарить, он удобный, мешать можно без лопатки. Ну, и, собственно, как только вок нагреется, мы сначала обжарим морковку, потом добавим туда лук, потом грибы. Все это обжарим на латистой курочке и чуть позже смешаем с лапшой и добавим туда пару ямельчиков. Этим мы и будем фаршировать нашу бедную курицу. Сковородочка нагрелась, наливаем туда маслица. Так, умеренно. Одну, полторы, две ложечки столов. Засыпаем туда нашу морковочку и переходим к луку. Я думаю, кто-то уже заметил, что я жую жвачку. Делаю я это не потому, что я ее хочу пожевать, а для того, чтобы не плакать, когда я буду нарезать лук. Это реально помогает. Когда морковка начнет светлеть и станет из ярко-оранжевой, такой бледновато-рыжей, добавляем туда лук. Я желаю, чтобы фарш для курицы было много лука. Но главное, чтобы он был хорошо спассерован. Курс прикладной фрактологии мы уже прошли. Давайте приступим к курсу кройки и шитья. Берем нашу фрактологию, берем нитку. Главное, чтобы нитка была только из хлопка. Чем нитка будет толще, тем лучше. Если она тоненькая, как у меня, возьмите сложить ее 2-3 раза. Сначала ищем и зашиваем все дырки, которые мы по недосмотру сделали в шкуре. Аккуратного стежка добиваться нам ни к чему совершенно. Шьем как придется. Но главное, чтобы лапша из курицы никуда не вываливалась. Грубо зашиваем, на скорую руку крепим. Какой-то там мега крепкий узел нам не нужен. Дальше зашиваем шею. Ну, до кучи зашьем дырки в ногах, которые я, опять же, по недосмотру сделал. Возвращаясь к идее про заготовку такой курицы без костей. Если она у вас будет лежать в морозилке и достаточно внезапно к вам придет 5-6 человек, то главный плюс этой курицы, что начинки в нее впихнуть можно великое множество. Обжарили или спассеровали лук с морковкой. Добавляем еще чуть-чуть масла и выкладываем наши грибы. Грибы я буду обжаривать отдельно, чтобы это было чуть быстрее. И плюс они достаточно много влаги отдадут. Мне это в овощной зажатке не нужно. После того, как из грибов испарится вся влага, мы их продолжаем жарить, чтобы они приобрели золотистую корочку. А макароны мы варим, собственно, не для того, чтобы они были готовы. Мы их варим только для того, чтобы они были мягкие и их было проще запихать в недры нашей курицы. Вот, грибы практически готовы. Макароны я уже слева отставил в сторону. Возьмем пару зубчиков чеснока и сделаем следующее. Берем нож и обухом ножа начинаем этот чеснок плющить, но не целиком, а маленькими кусочками. Берем этот чеснок и отправляем к нашим грибам. Туда же практически сразу закидываем лапшу. И добавляем зажарку из овощей. Все, греть это больше не надо, нагрев выключаем. Еще какое-то время помешиваем, чтобы у нас ничего нигде не пригорело. И даем чуть-чуть остыть, потому что мы будем добавлять туда яйца. И я не хочу, чтобы яйца сразу же схватились. Пока остывает наша начинка, возьмите небольшой кусочек сальса. В идеале, если оно будет с мясом. И нарежьте его вот такой миленькой, красивенькой стружечкой. Мы ее добавим в фарш, что сделает начинку чуть более сочной. Берем нашу чуть остывшую лапшу. Берем пару яичек. Разбиваем яички прямо в лапшу. И, ничуть не стесняясь дальнейшего процесса, перемешиваем это все дело руками. Во-первых, так мы убедимся, что температура у нас не слишком высокая. Ну а те, кто скажет, что это не гигиенично, я могу их успокоить тем, что это сейчас отправится в духовку. Еще будет какое-то время запекаться. Поэтому про гигиену не беспокойтесь. Тем более руки я мою по 4-5 раз за приготовление блюда. Мы перемешали нашу начинку. Берем курицу, ставим ее шею вниз, задом кверху. И заталкиваем в нее всю эту начинку. И не сомневайтесь, что туда влезет и эта начинка, и влезло бы еще столько же. Курица, после того, как из нее извлекли кости, она фантастически вместительная становится. Практически как багажник у Аки. Берем вот этот шарик, который еще недавно был курицей. Аккуратно заправляем туда остатки начинки. Берем заранее заготовленную нитку с иголкой. И зашиваем в последнее отверстие курицы. Стежки можете делать с отступом в 1-2 сантиметра, где-то так. Не забивайте себе голову. Главное, чтобы начинка не вываливалась и стежки там какие-то имели место быть. Курицу мы нафаршировали, зашили. Берем какую-то металлическую посудину. И аккуратненько переносим на нее курицу. Я советую класть ее спиной кверху, грудкой книзу. Аккуратно придаем ей вид, несколько похожий на курицу. И немножечко расправляем, чтобы фарш внутри занял все пространство равномерно. Я так подумал, если это во мне забородки холостяка, поэтому обмазку для курицы я сделаю чуть поинтересней. Я возьму 2 зубчика чеснока. Чуть-чуть его раздавлю, надрежу и нарублю так, чтобы кусочки чувствовались. Майонеза добавляем не очень много, но так, 3-4 столовые ложки. Теперь возьмем чуть-чуть ворчестерского соуса. Ну, если вы готовили мои ребра барбекю, рецепт которых вы можете посмотреть вот здесь, то я думаю, он у вас еще остался. И теперь я возьму чайную ложку вот такой вот замечательной приправы. Это красный карри. Я его нашел, чему я несказанно рад, потому что в Москве это приправа достаточно редкая. Теперь все это дело перемешиваем до однородной массы. В карри много не кладите, потому что в таком количестве оно даст легкий и такой чуть пикантный вкус. Если вы положите много, то это будет уже курица с каррием, а мы сейчас готовим немножечко не то. Перемешивайте, пробуйте. Понимаете, что тот карри соус, который вы пробовали в Макдональдсе, полная дрянь, и есть вы его больше не сможете. И обмазывайте этим курицу, используя силиконовую кисточку. Берем наш соус, берем кисточку силиконовую и прям не стесняясь обмазываем нашу курицу, промазывая всякие укромные уголочки. Курицу можно и перевернуть, обмажем ее с обратной стороны. Как я и говорил, лучше ее все-таки держать грудкой книзу. Причем сам сказал, что надо положить грудкой книзу, и положил грудкой кверху. Так что, извините косячку. Кстати, здесь есть очень забавный момент. Если у вас есть форма для выпечки, квадратной или прямоугольной формы, то вы можете приготовить квадратную курицу. Ну, потому что, учитывая, что в курице костей нет вообще, если вы возьмете квадратную формочку и аккуратно ее распределите по ней, то курица будет иметь прямоугольную форму. И это очень забавно. Курицу обмазали, положили нужной стороной вверх и отправляем ее в духовку при температуре 220-240-250 градусов на где-то полчаса 40 минут. Прошло около часа. Курица готова. Достаем ее из духовки, осматриваем. После этого вспоминаем, в каких местах мы ее штопали. Берем нож, кладем курицу на доску и, к удивлению всех наших гостей, делаем с курицей вот так. А потом ее можно нарезать на порционные кусочки. Я курицу обычно режу на 6 частей. Можно раскладывать ее по тарелочкам и звать гостей. Ну, а вас я покину. Не забывайте подписываться на мой канал, заходить в мою группу ВКонтакте и не забывайте, все будет вкусно. Пока!